В питомнике у Владимира Волкова все по расписанию. Ориентируется садовод по погоде, чтобы не навредить деревьям и кустарникам. К сожалению, спасти будущий урожай от внезапных заморозков получается не всегда. Самый неустойчивый к холодам персик. Вдоль разрезаем и мы видим всю картину, в каком состоянии находится. Вот здесь потемнели тычинки и зависть, рыльца пестика тоже темная, значит уже здесь плода не будет. Выглядят почки абсолютно здоровыми, но внешний вид обманчив. В первую очередь от низкой температуры погибает пестик. Единственное верное решение – обрезка, иначе получить здоровый урожай в следующем году не выйдет. Первое при обрезке правило мы сохраняем формировку. Персик режется по чашевидной формировке, то есть немножко по-другому, чем другие деревья. То есть мы центр полностью должны от прироста освободить. Весна 2020-го принесла крымским аграриям немало хлопот. Из-за резкого похолодания погибла большая часть черешни, сливовых и персиковых деревьев. Растения не выдерживают заморозки, а в некоторых районах полуострова температура воздуха понижалась до минус десяти. Каждый садовод должен иметь на своем саду культуру гаранты, которые должны выручать в любых условиях. На северном склоне Крымский город такой культурой является кизил. Аграрий выращивает кизил уже полвека. За все время культура ни разу его не подводила. Каждый год дает стабильный урожай. Этим деревьям 30 лет. Сорт садовод вывел самостоятельно. Запатентовал и даже дал имя в честь внука Артемий. Если присмотреться, то видно, что от остальных кизиловых деревьев на плантации эти отличаются и строением кроны, и оттенком цветков. На пяти гектарах расположилась виноградная плантация с яблоневым садом, деревья зизифуса и ягодные кустарники. Плодов дают столько, что с головой хватает до следующего года. Из закаток я делаю все. Я делаю маринады, я делаю варенье, я делаю компоты. Я делаю и то, что называется перетертое с сахаром. Вы знаете, бывает и малина с сахаром, и там смородина с сахаром. Своими личными достижениями я считаю маринованный абрикос. Никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то другой это делал. Для семьи Волковых питомник больше, чем работа – дело жизни. Они не просто выращивают культуры, экспериментируют, выводят новые сорта, а затем отправляют саженцы во все уголки нашей родины. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова